Вот продолжение сказочки про наш пруд. Сейчас первые дни января 24 года. Там у нас работает трактор GCB и делает устье. Сейчас весь этот пруд будет очищать. Мы специально ждали морозов в Подмосковье. Они держались две недели. Минус 28. Все замерзло. Вот тут потрескался лед, потому что мы здесь специально прокопали для того, чтобы пруд спустился, чтобы легко было ездить к этому трактору и вычерпывать дно. У нас тут было много... Сейчас я подойду, подожди. У нас тут было много ключей и плуд наполнялся очень хорошо. Я в нем купалась еще, когда была маленькой девочкой, больше 40 лет назад. И вон там сейчас на мотособаке подъехал мой муж. Он как раз этот трактор и заказал. Такое удовольствие на самом деле. Всего этой выкопки недешевое. 48 тысяч стоит один день работы. Каждый день плюс трал. 19 тысяч туда, 19 обратно, которые привозят этот трактор. Потом вот этот вот вагончик, в котором живет рабочий. Так, сейчас я, наверное, быстро веду. Вот так назад сделаю немножко. В общем-то, тут дела идут. Только начались на самом деле. Очень интересно. Потом буду показывать, как все это дело продвигается. Наша работа. Прошлую осень я снимала, как ровняли красивые берега. Как у меня дети вместе с мужем и с его другом вытаскивали здесь камыш, то есть, вернее, рогоз. И всякую поросль срубали. Тут очень все заросло ивами. Теперь будет у нас красота. Собственный пруд, собственный пряж. Потому что поселок большой. Это Домодедовский район Подмосковья. Так что на дачу дети будут приезжать с удовольствием. Мы в Москве лето не проводим. Мы уезжаем на лето на дачу всегда. В общем-то, вот такое видео. Тут у нас такие красоты подмосковные. Как треснуло здорово. Тут у нас два пенька. Вот один и вот второй. Они были когда-то очень большие. Я с них прыгала еще девочкой с пеньков, как с трамплинов. Они были широкие, дубовые. Вот такой у нас лесочек.